Давайте познакомимся, меня зовут Юрий Александрович, фамилия Давыдов. Я буду читать вам курс теории вероятности. Сразу несколько слов в источниках. По теории вероятностей имеется необозримое количество всяких учебников, книг, пособий и так далее. Чего-то такого одного, что можно было бы вам порекомендовать, это довольно трудно, но наиболее близкий к курсу, наиболее близкой книгой является книга Ширяева, я думаю, «Вероятность». Были последующие издания, по-моему, «Вероятность 1», «Вероятность 2», значит, А.Н. Ширяев. Альберт Николаевич, А.Н. Ширяев, «Вероятность». Ну, или что-то близкое, значит. Кроме того, конечно, классическая монография Феллера, том 2 в данном случае, поскольку дискретную вероятность вы уже, значит, как бы знаете. Но, тем не менее, в первом томе есть много интересного. Вот. Если вдруг у вас есть, как попадется вам какая-то книжка, значит, другая, то можете меня спросить или принести эту книжку, или спросить, если я что-то про нее знаю, если она подходит, то, естественно, я ее дам в свой комментарий. Дальше. Со мной связываться можно по e-mail. e-mail.com Вот. Ну, что еще? Можете первое слово? Это y, я не знаю, вы к английскому ближе, да? y, o, u, r, e. А, все. Юрий. А, все, да. Вот. Так, еще вопросы? Ну, хорошо. Поскольку вы уже знакомы с дискретной вероятностью, то какие-то вещи из сегодняшней лекции будут вам, ну, и, может быть, даже из последующих хорошо знакомы. Но, тем не менее, вряд ли вы занимались после первого курса вероятностью. У вас ведь не было ни практических занятий, ни каких-то дополнительных лекций. Так что время прошло довольно много. То есть, какие-то вещи просто надо будет оживить в памяти. Давайте начинать. Значит, первый такой раздел, первый параграф, можно назвать вероятностное пространство. вероятностное пространство. Значит, вероятностное пространство – это тройка омега-ФП, где омега – произвольное множество с одним единственным условием, что оно не пусто. ф – это сигма-алгебра подмножеств омега, и П – это нормированная мера на сигма-алгебре f. Ну, нормированная мера – это означает, что полная масса этой меры, то есть ее значение на омега равна единице. Ну, и в таком случае обычно эти нормированные меры называют вероятностями. Так что это вероятность. Вероятность. Значит, а вся эта тройка называется вероятностным пространством. Это базовый такой вот момент. Ну, а с точки зрения анализа, с точки зрения теории меры, это просто пространство с нормированной мерой. Ну, а какова интерпретация? Интерпретация следующая. Значит, мы, теория вероятности, изучает математические модели случайных экспериментов, случайных событий, случайных явлений и так далее. Ну, и вот омега-ФП – это модель, одна из моделей случайного эксперимента. Значит, вот точка омега из омега большого интерпретируется как элементарный исход этого случайного эксперимента. Значит, вот так, что большое омега – это совокупность всех возможных простейших таких уже неделимых исходов. Ну, элементы из сигма-алгебры Ф интерпретируются как события. Значит, вот запись А принадлежит, омега принадлежит А, омега маленькая. Это просто, что эта запись означает? Это означает, что мы наблюдаем реализацию события А. Что вот исход эксперимента оказался внутри А, значит, событие А осуществилось. Ну, дальше, значит, какие еще терминологические замечания нужно сделать? Значит, вот дополнение к множеству А – это, на вероятностном языке, это противоположное событие. Но это должно быть вам уже достаточно хорошо знакомо, раз вы прослушали курс дискретный. Там это все должно было говориться. Так что это напоминание. Точно так же, скажем, А пересеченное с Б для двух событий – это событие, которое состоит в том, что осуществилось одновременно и А, и Б. Ну, и для большего числа точно так же. Точно так же А объединенное с Б. В данном случае это А или Б. Это означает, что вы наблюдаете событие, которое состоит в том, что осуществилось или А, или Б, или оба события одновременно. Ну, и, наконец, последнее, П – это вероятность. Здесь интерпретация очень простая. Значит, мы каждому событию приписываем некое число между нулями и единицей, тем самым получаем функцию, заданную на f. Это число называется вероятностью события А. Функция называется вероятностью. И основные аксиомы, собственно, в этом они и состоят, аксиомы теории вероятности, они связаны с тем, что эта функция должна быть мерой. То есть, значение ее на Омега, нормировка, равно единице. Событие Омега интерпретируется как достоверное событие, которое всегда осуществляется. Какое Омега маленькое не взять, оно принадлежит Омега большому, так что такая терминология, естественно. Второе. Значит, мы рассматриваем неотрицательные функции. Значение p от а лежит между нулем и единицей. Ну и третье – это счетная аддитивность. То есть, для любой системы событий АК, которые попарно-дизъюнкны, значение вероятности на объединении АК равняется сумме вероятности на отдельных элементах. Это как раз и есть условия, их называют аксиомами теории вероятности. Но это, по сути, условия того, что наша функция p, вероятность и вероятность, есть нормированные меры. Есть ли вопросы какие-то? Все ли ясно? На этом этапе, наверное, должно быть все ясно. Я предполагаю, что, по-моему, в прошлом году вы изучали теорию меры и теорию интеграла, так что вся эта терминология должна быть понятна. Хорошо. Значит, вероятностные пространства. Ну, давайте поговорим немножко об общих свойствах вероятностей. Вы мне будете говорить, что, скажем, такое-то свойство очевидно или вам известно, тогда доказательства я буду опускать. Если вы скажете, что нет, докажите, будем доказывать. Значит, свойства вероятности. Общие свойства. Ну, это фактически общие свойства нормированных мер. Так что на этом этапе ничего такого специфически вероятностного-то и ведь и нет. Значит, ну, первое. Значит, вероятность дополнительного события, это есть один минус вероятность самого события. Это, надеюсь, доказывать не надо. Да? Согласны? Да. Так. Второе. Что там еще? Вероятность A объединенная с B для произвольных событий. Это есть P от A плюс P от B минус вероятность пересечения. Это нужно доказывать? Или этим вы тоже пользовались и многократно тоже знаете. Так. Что же еще? Ну, можно привести... Обобщение вы знаете на N событий, нет? Да. Знаете? Да. Как это? Формула Пуанкаре, да? Наверное, нет? Или такое... Включение и исключение. Ну, вот бывает, что ее еще называют формулой Пуанкаре. Так. Следующее свойство. Свойство непрерывности. Непрерывность. Их два. Значит, пункт А. Если вы имеете возрастающее семейство, возрастающую последовательность событий, возрастающее, это означает, что каждое следующее в шире, но не уже, чем предыдущее. Значит, АН вложено в АН плюс 1 для каждого АН. То тогда вероятность объединения всех этих событий совпадает с пределом вероятности. Это знакомо, это свойство? Значит, это непрерывность на возрастающих, для возрастающих последовательностей. Ну, и второй случай, когда мы рассматриваем убывающую последовательность, тогда, так сказать, в этом случае эта убывающая последовательность сходится в определенном смысле к пересечению, ну, и тогда у нас вероятность уже пересечения АН будет совпадать с пределом ВАТАН. Ну, понятно, что эти два свойства, они двойственны. Если вы доказали одно, то переходом к дополнениям вы докажете второе, и наоборот. Знаете ли вы, что это свойство эквивалентно счетной аддитивности? Тоже знаете. Но у нас меры нормированные. Ну, да, так что это все знаете. Хорошо, отлично. Теперь несколько примеров. Пока из общих свойств, я думаю, этого достаточно. Примеры вероятностных пространств. Примеры вероятностных пространств. Ну, примеров. Первый пример это дискретные пространства. Дискретные пространства это описывают ситуацию, когда омега ну, конечный, либо счетный. В этом случае в этом случае нет никаких проблем технических, можно себя не ограничивать, и в качестве F можно выбрать сигма-алгебру всех подмножеств. Дело в том, что если множество омега более богато, например, имеет мощность континуума, то множество всех подмножеств уже становится очень большим, и трудно работать с мерами, заданными на такой богатой сигма-алгебре. А в этом случае вполне можно практически всегда, если у вас дана вероятность на более бедной сигма-алгебре, ее можно продолжить на сигма-алгебру всех подмножеств. Какое обозначение вы используете для сигма-алгебры всех подмножеств? 2 в степени омега. 2 в степени омега. Хорошо. Вот так, да? Ну, давайте будем использовать. Вот. Ну и тогда каждая вероятность допускает простое описание. Вот таким образом. Значит, смотрите, у нас одноточечные множества вот такие вот. Они являются элементами этой сигма-алгебры. Значит, вероятность определена. Значит, вот давайте обозначим p омега значение на одноточечном множестве. И тогда для произвольного события а мы получим такую формулу p омега по всем омега, которые попали в а. По счетной аддитивности. Ну, значит, любая вероятность имеет такой вид. С другой стороны, если у вас еще вероятности нет, то в дискретном пространстве вы можете выбрав набор p омега, которые неотрицательны и такие, что их сумма равна единице, задать p от а с помощью этой формулы. И получится счетно-аддитивная функция, и она будет нормированной мерой. Значит, тем самым понятно, что в дискретном пространстве структура всех вероятностей достаточно простая. Так, хорошо. Теперь следующий пример, который можно охарактеризовать словами геометрические вероятности. Обычно речь идет вот о чем. В пространстве РД мы выбираем какую-нибудь область. омега это подмножество РД. Ну, область такую, что вот либеговая мера это множество омега конечно. Ну, вот, например, что-нибудь в таком духе. Ну, обычно геометрические вероятности используются тогда, когда эта область имеет какую-нибудь простую геометрическую структуру, какой-нибудь многогранник или шар или там в общем что-нибудь такое. Но он не обязательно. Достаточно вот этого условия. Это понятно, да? Берем просто все Боррелевские подмножества множества омега. Что такое Боррелевские множества вы знаете, естественно. Вот. Ну, а в качестве вероятностной меры берется просто нормированная мера либега. Значит, это лямбда d на лямбда d от омега. Ну, да, конечно, 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 естественно. Спасибо. Что-что? Вот. геометрические вероятности обычно даже могли появляться у вас и в курсе дискретной вероятности. Ну, просто при этом либеговые меры еще, как бы вы не должны были знать, но использовалось понятие либо площади, либо объема. Ну, и поэтому для простых геометрических фигур вероятность это просто действительно будет совпадать с нормированным объемом, если мы в РТ. Вот это геометрические вероятности. Есть ряд задач, которые сводятся именно к такой ситуации. Ну, какому реальному эксперименту соответствует вот такая модель? Она соответствует эксперименту, который, по крайней мере, мысленно мы можем себе представить, когда вы выбираете точку из области омега. И в случае, когда мы таким образом задаем вероятность, это означает, что действительно у нас такое равномерное распределение, что у нас нет предпочтений, скажем, одной части множества омега перед другой частью. Если вы возьмете какой-нибудь маленький кубик, который полностью помещается, предположим, что наша область хорошая, скажем, открытая, или еще выпуклая, и этот кубик будете двигать внутри области, вероятность попасть в этот кубик будет всегда одна и та же, потому что это лебеговая мера, вот она инвариантна. Это отвечает именно представлению о таком выборе точки без предпочтений. Так, ну, теперь что-нибудь более хитрое. Следующий пример. Давайте теперь выберем в качестве омега, ну, скажем, пространство последовательности. щит омега это множество всех х таких, что х чертой это х2 и так далее. Это пространство всех последовательностей, ну, из вещественных чисел. Пространство всех последовательностей. Значит, первый вопрос, как выбрать там сигма алгебру разумным образом? Вот видите, вы уже знаете цилиндры. Откуда вы это знаете? Где вы встречались с цилиндрами? А, когда говорили о произведении этапологических пространств, наверное, да? Ну, тогда тем проще. Значит, вот действительно, в качестве сигма алгебры берется сигма алгебра, порожденная цилиндрами. Сами цилиндры не образуют сигма алгебру. Значит, что это такое? Сигма от, ну, как их обозначить? Ну, давайте обозначим вот так вот. С. С это совокупность цилиндров. Что такое цилиндры? Цилиндрическое множество это вот что такое. СТ1ТК, А, где А принадлежит РК, РК, БК. Комерное Боррелевское множество. А это вот что такое? Это множество тех последовательностей Х, для которых Х вектор ХТ1, ХТК, это значит, вот понятно, да, это последовательность Х, берем координаты, соответствующие точкам Т1 и ТК, вот этот вектор, это комерный вектор, лежит в А. Вот это цилиндрическое множество. На самом деле понятно, что каждое такое цилиндрическое множество можно поместить в цилиндрическое множество вот такого вида при достаточно большом N, добавив координаты и помножив А на соответствующее количество прямых. Это понятно или нет? Не очень, да? Поэтому, в принципе, в этом случае можно рассматривать только такие цилиндрические множества. И они образуют алгебру, но не образуют сигма-алгебру. Вот сигма-алгебра порожденная, наименьшая сигма-алгебра, которая содержит все цилиндрические множества, вот берется в качестве базовой. Ну, а дальше как строить вероятность, как задавать вероятность на этой сигма-алгебре? Это отдельный вопрос, мы об этом будем говорить, но это все-таки вопрос уже не тривиальный. И там ситуация такая. Сначала вероятность определяется на алгебре цилиндрических множеств, для цилиндрических они имеют достаточно простую структуру. Потом получается некая функция множества, заданная на этой алгебре. Затем, как это делается в теории меры, проверяется, что она счетно-аддитивна, и тогда по теореме продолжения она продолжается на вот эту сигму-алгебру, которая порождается нашими цилиндрическими множествами. Такое вероятностное пространство возникает тогда, когда мы хотим изучать последовательности случайных величий. Вот это естественный объект. Ну и наконец последний пример в этой серии, чтобы показать возможности... Вовсе далеко не исчерпываются все возможности. Сейчас будет номер 4. Давайте возьмем омега, это пространство непрерывных функций на отрезке 0,1. Ну или если хотите, то же самое годится и для случая, когда мы возьмем пространство непрерывных функций на каком-нибудь компакте. Это банаховое пространство, норма его, это равномерная норма. Раз оно банаховое пространство, там есть открытые множества и естественная сигма алгебра это сигма алгебра Боррелийских подножий. Правильно? Давайте ее обозначим буквой B. В данном случае мы берем F это B. B это сигма алгебра Боррелийских подножий. Сигма алгебра порожденная всеми открытыми множествами или всеми открытыми шарами, это одно и то же. Ну вот что интересно. Оказывается, что для пространства функций всегда можно тоже рассматривать таким же образом цилиндрические подножиями подножиями C T1 TN A это совокупности функций F лучше Омега в данном случае Омега это функция для которых вектор Омега T1 и так далее Омега TN лежит в А А принадлежит БК Комерный здесь N Совокупность цилиндрических множеств Когда мы перебираем всевозможные мультииндексы T1 TN точки T1 TN выбираются из отрезка 0.1 а множество имеет соответствующую размерность эта совокупность образует алгебру и вот что интересно что Борелевская сигма-алгебра в этом случае совпадает с сигма-алгеброй порожденной цилиндрическими множествами Если вы возьмете даже только рациональное или произвольное счетное плотное подножество то результат будет тем же самым я не буду сейчас это доказывать просто я хочу как пример тех пространств которые могут возникать такое пространство используется в случае когда мы хотим изучать случайный процесс с непрерывными траекториями тогда как раз удобно это пространство выбрать опять-таки проблема с заданием вероятности на таком пространстве тоже сначала нужно задавать ее на цилиндрических множествах это стандартный путь а потом с алгебры цилиндрических множеств проверяя что у нас есть счетная аддитивность распространять на сигма-алгебру ну вот например может быть вы слышали о процессе броновского движения или виновском процессе это одно и то же но вот распределение этого процесса это как раз есть виновская мера в пространстве непрерывных функций на отрезке 0.1 ну вот может быть когда-нибудь мы дойдем до этого хорошо значит это примеры были следующий так на этом пожалуй можно закончить этот параграф перейти к следующему параграфу если если нет вопросов да а вот вот это вот равенство вот это равенство я рекомендую в качестве упражнения это хорошее упражнение на сигма алгебры ну и вообще на так следующий параграф значит параграф номер 2 будет посвящен условной вероятности и независимости в основном независимости так что давайте его назовем независимость независимость событий и сигма алгебра в курсе дискретной теории вероятности вы изучали независимость событий независимость дискретных случайных величин я предполагаю и не уверен что говорили о независимости сигма алгебра ну вот значит здесь начнется что-то может быть новое для вас но прежде всего надо напомнить условную вероятность потому что формально два события а и b независимы это определение стандартное если вот вероятность пересечения событий равна произведению вероятности но что стоит за этим определением значит надо понимать что за этим определением стоит следующее ведь если подходить к определению независимости в каком случае разумно называть считать событие b независящим от а но вот если условная вероятность события b при условии а это как бы новые шансы на реализацию события b при условии что мы знаем что а осуществилось если эти новые шансы совпадают со старыми вот если выполнено вот это ну и для события значит надо мы хотим получить симметричное определение значит мы должны считать должны рассматривать ситуацию когда и а не зависит от b значит вот аналогично мы должны иметь и такое равенство p от а вот ну так если вспомнить определение условной вероятности то понятно что оба эти равенства эквивалентны вот такому ну и даже более ограничительны потому что при использовании условных вероятностей мы должны предполагать что p от а и p от b отличные от нуля а в этом случае этого не делается это понятно вот значит вот независимость двух событий когда мы переходим к совокупности из n событий уже ситуация становится более сложной и попарная независимость не дает такой настоящей независимости такие примеры наверняка вам приводились в курсе дискретной вероятности и там обычно значит вот обычно используется определение независимости следующее они независимы если выполнено следующее ну вот p от а и пересеченные с а ж и произведение вероятностей для любых i и g ну между единицей и n естественно а затем берутся тройки a i a g a k здесь возникает произведение уже трех вероятностей ну и так далее четверки и наконец последний возможный вариант когда мы берем все события берем пересечение всех событий и вероятность пересечения всех событий должна равняться произведению вероятностей вот вот это стандартное определение такое у вас было в курсе или было что-то другое такое ну при этом при таком определении да собственно всегда в любом случае какое бы определение независимости вы не взяли всегда возникают некоторые вопросы все-таки мы хотим получить независимость такую настоящую полную значит что это значит это означает независимость совокупности что скажем если я возьму какую-то группу событий какое-то событие которое я могу сконструировать из первых k событий так что-то одно а потом возьму какое-то событие связанное с такой группой то они должны быть независимы значит что значит сконструировать это означает ну какую-то комбинацию этих событий с использованием стандартных операций теоретико множественных пересечений объединений перехода к дополнению до счетного случая мы еще не дошли мы пока обсуждаем конечный случай даже в конечном случае эти вопросы я не уверен что они обсуждались в курсе дискретной вероятности вот и поэтому нужно это доказывать это можно доказать это верно что на самом деле можно даже не обязательно для двух вот вы можете сгруппировать выбрать какие-то группы взять любое событие которое сконструировано на основе первой группы на основе второй и так далее и то что получится снова будет независимые события но из вот такого определения это довольно сложно поэтому есть на мой взгляд самый разумный подход состоит в следующем заметить что вот это вот определение которое вы здесь видите эквивалентно вот каком давайте сначала сформулируем давайте постараемся понять что назвать независимыми сигма алгебрами а потом мы увидим что естественным образом это будет связано с предыдущим значит вот давайте предположим что у нас есть несколько сигма алгебр ф1 ф2 и так далее фн это сигма алгебры и каждая из них естественно это есть под сигма алгебра фката основной сигма алгебры ф мы назовем их независимым 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 если если выполнено следующее вероятность пересечения аитых и от единицы до n равна произведению вероятности п от аитых от единицы до n для любого набора событий взятых по одному из каждой сигма алгебры такое определение в этом случае я попробую это вот после перерыва доказать можно будет доказать что действительно это отвечает нашему представлению о независимости что если я возьму например какое-то событие из сигма алгебры порожденной скажем первыми к сигма алгебрами и какое-то событие из сигма алгебры порожденной оставшимися сигма алгебрами то мы всегда будем получать независимые события то есть эти сигма алгебры будут независимы ну и разные так сказать другие И связанные вещи. Но это чуть позже. А сейчас какая есть связь с независимостью событий? Дело в том, что с каждым событием А можно связать естественным образом сигма-алгебру, которая этим событием порождается. Это очень простая сигма-алгебра. Сигма-алгебра, порожденная А, содержит всего сколько элементов? Четыре элемента. Это омега, пустое множество, невозможное событие, само событие А. И его дополнение. Ну вот давайте теперь с каждым из наших событий А1, АН свяжем сигма-алгебры. Значит, у нас возникнет последовательность сигма-алгебры. Сигма от А1 и так далее. Сигма от АН. Ну и тогда легко понять, что вот это условие независимости, определение независимости, будет эквивалентно в точности независимости этих сигма-алгебр. Это не видно, может быть, с первого взгляда. Почему? Понятно следующее, что из независимости этих сигма-алгебр вытекает то, что там написано. Почему? Вот я взял, скажем, предположим, три события. А1, А2, А3. Они из трех сигма-алгебр. Значит, для этих событий я имею сразу, что я делаю? Я дополняю это все множеством омега. Значит, у меня будет n событий. И применяю вот это определение. Что у меня получается? У меня получается, что пересечение этих трех событий, а дальше идут пересечения с омегой, которые ничего не меняют, это равняется произведению вероятностей. Потому что я сейчас исхожу из независимости этих сигма-алгебр. Значит, p от А1, p от А2, p от А3. А дальше пойдут вероятности омеги. А это единица. Значит, будет единица. И мы получим вот такое равенство. И то же самое, понятно, что для любого набора таким же образом вы получите эти соотношения. Значит, из независимости сигма-алгебр, порожденных событиями АК, вытекают все эти соотношения. Это понятно? Теперь в обратную сторону. Это немножечко сложнее. Для того, чтобы проверить в обратную сторону, я не знаю, возможно, вы даже это делали, но без разговора о сигма-алгебре, нужно действовать следующим образом. Вот если мы исходим из этого определения, если события независимы, то дальше мы берем события такие А1, ε1 и так далее, Аn, εn, где каждая ε и t это 0 или 1. И если ε и равняется 1, то события А и ε это Аi, а если 0, то это дополнение к нему. И дальше проверяется, что из независимости вот этой совокупности вытекает независимость вот такой совокупности при любом наборе ε. Это делается по индукции. Вот в прошлом семестре я читал курс дискретной вероятности, мы это делали со студентами первого курса. Так что это достаточно элементарная, немножко муторная, но элементарная процедура. А после того, как это доказано, посмотрите, это как раз и даст вам в точности независимость сигма-алгебр, потому что из таких событий вы можете скомбинировать все события, какие в этих сигма-алгебрах появляются. Так что вот у нас есть эквивалентность вот этого определения независимости событий с вот таким вот определением независимости сигма-алгебр. Это более логично, более понятно и более удобоваримо, потому что вместо большого числа соотношений выписывается всего одно. Так что это удобнее и с практической точки зрения. Так, ну что, давайте сделаем перерыв. Я сейчас не буду доказывать вот это свойство, что если у нас сигма-алгебры независимы, то, значит, когда мы берем разбиение на группы и берем сигма-алгебры, порожденные отдельными группами, то получаем тоже независимость. Я это хочу вам оставить в качестве упражнения. Если не будет получаться, можем разобрать вместе. Это такой технический момент, не очень сложный, но полезный для понимания. А в то же самое время, я думаю, что необходимо рассказать немножко другую вещь, а именно о том, что если у нас есть не сигма-алгебры, а алгебры, потому что как проверять независимость сигма-алгебры? Вот смотрите, это же вещь непростая. Вот перебирать всевозможные наборы событий, которые взяты по одному из сигма-алгебры, проверять вот такое равенство, это сложно. Поэтому, если можно уменьшить выбор и, тем не менее, добиться того же результата, то это стоит сделать. Вот результат в этом направлении следующий будет. Давайте рассмотрим алгебры А1АН. И мы их назовем независимыми, если выполнено то же самое условие, что естественно. И докажем следующее. Алгебры. Независимые алгебры. Понятно, что каждая алгебра есть часть основной сигма-алгебры f. Ну вот утверждение, хотите, теорема. Вот если у нас есть независимые алгебры, тогда сигма-алгебры, порожденные этими алгебрами, тоже независимые. Тем самым, смотрите, вместо того, чтобы перебирать все наборы из сигма-алгебры, можно перебирать наборы из гораздо более бедных совокупностей, которые порождают эти сигма-алгебры. Это полезное свойство. Ну и доказательство основано на следующем тоже полезном факте, который можно сформулировать так. Значит, вот пусть а это алгебра событий. Пусть m это сигма-алгебра, порожденная этой алгеброй. Тогда для каждого события а из m, из сигма-алгебры, и для каждого положительного ε, мы можем найти в алгебре события а ε, такое что, такое что, вероятность симметрической разности, а ε меньше ε. смысл этого утверждения, который как раз и потом позволит нам, собственно, и мы делаем так, я расскажу про смысл, потом объясню, что из этого утверждения легко вытекает доказательство этой теоремы, а потом уже займемся доказательством вот этого факта. Смотрите, смысл такой, что каждое событие из сигма-алгебры может быть хорошо аппроксимировано событиями из алгебры. Все очень просто. Потому что, смотрите, что такое симметрическая разность. Вот событие а, событие а ε. Значит, это вот эта часть. И если мера вероятности этой части мала, то это и означает, что а и ε близки друг к другу. Ну а каким образом можно вывести из вот этого факта доказательство теоремы? Ну понятно, каким образом. Значит, мы берем последовательность ε n, n у меня зарезервировано, пусть будет ε kt, которая стремится к нулю. Для каждого ε kt находим аппроксимации соответствующих множеств. То есть, выбираем множество a i из сигма-алгебры. Из сигма от a i. И мы хотим доказать следующее, что вероятность пересечения всех этих событий a i это есть произведение вероятностей. p от a i от единицы до n. Значит, выбираем такую последовательность ε kt. Для каждого ε kt находим событие a i t kt, которое принадлежит сигма-алгебре a i t. Такое, что вероятность a i t дельта а i kt меньше, чем меньше либо равна. Я написал здесь меньше, пусть будет меньше. Меньше ε kt. Ну а дальше тоже, значит, теперь смотрите. Поскольку события a и kt, и все они из алгебр, которые предполагаются независимыми, значит, для них справедливо вот такое вот a i kt по i от единицы до n. Это то же самое, что произведение вероятностей a i kt от единицы до n. Это по гипотезе, а не зависимости алгебр. Ну а теперь надо перейти к пределу. Ну а именно, значит, что же нужно перейти к пределу? Интуитивно понятно, что левая вероятность переходит, даст нам вот эту вероятность, а эта вероятность перейдет в эту. Значит, понятно следующее, что если, значит, смотрите. Вот это полезное замечание, я не знаю, знаете вы его или нет. Это ведь что такое? Это интеграл от модуля разности индикаторов. Так ведь? Вот. Так что это фактически l1 расстояние между этими индикаторами в пространстве интегрируемых функций по мере p. Так что понятно следующее, что если у нас вероятность a, дельта, скажем, a, kt стремится к нулю, вероятность, это как раз наш случай, правильно? То понятно, что отсюда будет вытекать, что p от a kt будет сходиться к p от a. Верно ведь? Посмотрите. Если у нас есть сходимость по норме, то есть сходимость и норма. Норма это как раз вероятность. Это понятно или нет? Я, может быть, очень быстро говорю. Ну так, если непонятно, сразу говорите, останавливайте меня. Вот. Ну, значит, нет проблем с вот этим произведением. Каждый со множителя сходится к соответствующему со множителю, и произведение сходит. Остается только оценить разность между этими двумя вероятностями. Ну, как оно оценивается? Это тоже несложно. Значит, давайте. Как это лучше записать? Я имею в виду разность между вот этой вероятностью и вот этой вероятностью. Значит, мы должны... Давайте рассмотрим вероятность симметрической разности между двумя пересечениями. и катая. Ну, это ведь то же самое вот в соответствии с этой формулой, что интеграл от модуля разности... А индикатор пересечения — это произведение индикаторов. Ну, и дальше используем очень простую вещь, что если вы имеете два набора чисел АИ и БИ, каждая из них между нулем и единицей, то тогда модуль разности между двумя произведениями не превосходит суммы АИ-БИ. Ну, это вот ценной цеп... Вы прибавляете, вычитаете последовательно произведение этих чисел, последовательно заменяя АИ-ТОЕ на БИ-ТОЕ. Это понятно, да? Вот. И тогда у вас возникает цепочка из N слагаемых. Неравенство треугольника применяете, будет N слагаемых, и дальше какая-то часть выносится, и в силу того, что эти числа неотрицательные, не превосходят единицы, вы получаете вот такую оценку. Ну, вот если применить это сюда, то как раз получим, что все это не превосходит суммы по Е от единицы до N, аналогичных интегралов, только уже индивидуальными разностями. А это будет как раз вероятности вот этих самых симметрических разностей АИ-ТОЕ и АИ-ТОЕ КАТОЕ. А это, каждая из них не превосходит эпсилен, значит, все это не превосходит эпсилен N. N у нас фиксировано, эпсилен КАТОЕ. Так что это все стремится к нулю. Ну и, значит, получаем, что эта симметрическая разность имеет вероятность, стремящуюся к нулю, а я уже объяснял, что отсюда вытекает сходимость вероятностей. Так что в левой части тоже есть сходимость. И мы получаем, переходя к пределу, независимость сигмала. Понятно это, да? Хорошо. Так что вот из вот этого факта, вот это доказательство теоремы, мы получаем очень просто. Теперь как доказать вот этот факт? Этот факт, он нам будет полезен и в дальнейшем. Так что этот факт можно доказать следующим образом. Ну вот давайте введем такое обозначение. Пусть, скажем, пусть N готическая, это совокупность таких событий, которые допускают такую эпсилен-аппроксимацию при произвольном эпсиленом событиями из алгебры. Значит, вот тех А из F, для которых для любого эпсилен существует А эпсилен, лежащая в алгебре, такое, что P от А дельта А эпсилен меньше эпсилен. Значит, идея доказательства состоит в том, чтобы проверить, что N является сигма-алгеброй. Предположим, что мы это проверили. Тогда, значит, N сигма-алгебра. Тогда дальше мы замечаем следующее. Очевидным образом, N содержит А, правильно? Просто в качестве соответствующего А эпсилен надо брать саму А. Ну, а раз она содержит алгебру, содержит эту совокупность и сама является сигма-алгеброй, то отсюда вытекает, что N содержит и сигма-алгебру, порожденную А. И все заказано. Тем самым получаем, что действительно для любого элемента нашей сигма-алгебры возможна такая эпсилен-аппроксимация. Остается проверить только, что N сигма-алгебра. Давайте это проверим. Проверка. Первое. Омега принадлежит N. Это очевидно. Омега принадлежит алгебре А, а А в свою очередь есть часть N. Так что это очевидно. Второе. Давайте сначала проверим, что N это алгебра, а потом докажем, что сигма. Давайте заметим следующее, что если А принадлежит N, то тогда дополнение к А тоже принадлежит к N. Почему? Что означает, что А принадлежит к N? Это означает, что взяв эпсилен больше нуля, найдется А эпсилен такое, что вероятность А дельта А эпсилен меньше эпсилен. А мы хотим аппроксимировать теперь, мы должны аппроксимировать, увидеть, что можно аппроксимировать дополнительное событие. Ну что, какой подходящий кандидат для этого? Ясно, что это дополнение к А эпсилену. Правда ведь? Это будет элемент алгебры. А в то же время это легко понять, что вероятность, что вот эта симметрическая разность дополнения то же самое, что симметрическая разность самих множеств. Так что это автоматически, поскольку здесь есть равенство, меньше эпсилен. Значит, действительно, если какое-то событие входит в N, то и его дополнение тоже входит в N. Следующий шаг. Давайте проверим, что объединение двух элементов N тоже является элементом N. Значит, итак, пусть А и B принадлежат N. Я хочу доказать, что объединение тоже. Ну, возьмем эпсилен больше нуля. Для каждого из этих событий можно найти соответствующую аппроксимацию. Значит, существует А эпсилен, Б эпсилен из А. такие, что ПА дельта А эпсилен меньше, ну, скажем, эпсилен пополам, ПБ дельта Б эпсилен тоже меньше эпсилен пополам. Ну, и дальше рассмотрим объединение. Ну, на самом деле, поскольку мы уже с пересечениями тут работали, удобнее проверять для пересечения. Примерно то же самое, но на самом деле удобнее. То есть, на самом деле, давайте проверим, что пересечение. Я докажу, что А, B тоже входит в N. Это эквивалентная вещь. Поскольку мы можем переходить к дополнению, это уже проверено, то тем самым отсюда будет вытекать и для объединений, ну, и потом для двух, а по индукции на конечное число, и тем самым мы увидим, что N является А. Ну, так что же, у нас задача ровно примерно такая же, как мы только что обсуждали, только в случае даже большего числа событий. Мы должны оценить вероятность симметрической... Я хочу оценить вероятность симметрической разности А, пересеченная с Б, дельта, А эпсилен, пересеченная с Б, эпсилен. Вот это хороший кандидат на аппроксимацию этого множества. Ну, вот только что мы выясняли, что это все не превосходит суммы P от А дельта А эпсилен плюс P от B дельта Б эпсилен. Тем же самым способом мы можем расписать это как интеграл от модуля разности индикаторов и возникнет ровно та же ситуация, что в предыдущем. Вот здесь остались даже следы на доске. Я надеюсь, что это должно быть понятно. Ну, и тем самым получим меньше эпсилен пополам плюс эпсилен пополам. Получим эпсилен. Так что это действительно возможно. Ну, и тем самым заключение состоит в том, что N – это алгебра. Все ли понятно? Все ли уследили? Если что-то непонятно, я могу повторить или разъяснить. Ясно, да? Хорошо. Теперь как доказать, что это сигма алгебра? Ну, на самом деле, что остается проверить? Остается проверить, что если мы имеем последовательность окатых из N, то тогда объединение окатых тоже входит в N. Так? От единицы до бесконечности. Ну, что мы знаем? Мы знаем, что объединение окатых от единицы до какого-то большого конечного N является элементом нашей сигма-алгебры по доказанному, поскольку наша совокупность N является алгеброй. Для всякого N. Ну, теперь вот последовательность таких совокупность, можно сказать, последовательность таких последовательных объединений образует возрастающее семейство событий. Правда ведь? Которое и в соответствии со свойством непрерывности вероятности, вот если я возьму вероятность, давайте это обозначим через A, вероятность события A минус, лучше так записать, вероятность события A, это есть предел вероятности вот этих вот объединений. Окатых единицы до N при N стремящемся в бесконечность. В силу непрерывности вероятности, потому что у нас есть возрастающая семейство. Ну, что означает это? Это означает, что если я возьму ε больше нуля, я могу выбрать N так, чтобы вот эта вероятность была ε близка, ε пополам близка к вероятности A. Давайте так и сделаем. Значит, вот N таково, что P от A минус P от объединения Акатых от 1 до N большого меньше, чем ε пополам. Такое N существует в силу этого. Спасибо. Ну и зафиксируем это. Теперь дальше. Поскольку вот это событие является элементом N, я могу его аппроксимировать как угодно хорошо элементами алгебры A. Ну вот я найду, давайте пусть событие А ε из алгебры A таково, что вот вероятность А ε δ объединения от 1 до N большого Акатых меньше ε пополам. Ну а дальше все понятно. Теперь вот я утверждаю, что событие А ε будет ε аппроксимировать с событие А. то есть что P от А δA ε. Почему? Ну давайте напишем еще раз еще раз это интеграл в виде индикатора вот это не превосходит интеграл индикатор А минус индикатор вот этого события плюс интеграл индикатор этого события минус индикатор А ε. просто неравенство треугольника Каждый из этих слагаемых это есть как раз оценивается через ε пополам это есть вероятность разности то есть вот эта вот вещь есть ε пополам а это есть наша аппроксимация которую вы видите здесь так что все это не превосходит ε и утверждение доказано тем самым получается что это сигма алгебра но и все в порядке раз это сигма алгебра она содержит алгебру А то она содержит сигма алгебру порожденную алгеброй А и утверждение доказано так ну и на этом мы закончим этот параграф перейдем к следующему параграфу если нет вопросов следующий параграф это случайные величины и их распределение это уже какой будет третий величины и их распределение значит итак у нас есть вероятностное пространство ωfp это модель нашего случайного эксперимента ну вот часто с исходом случайного эксперимента связывают какую-нибудь функцию которая зависит от этого ω ну и вот эти функции естественно назвать случайными величинами но в общем случае все-таки нужно наложить одно условие сейчас я объясню какое значит вот пусть х это есть функция из ω в р1 вот вот такую функцию можно назвать случайной величиной ее значение зависит от случая омега это случай но что мы хотим на практике знать о случайной величине сейчас я к этому приду да я хочу объяснить почему мы должны наложить это условие конечно нужно рассматривать измеримые функции дело в том что от случайных величин вот в чем собственно отличие между теорией вероятности и теорией меры вот мы используем язык теории меры анализа и так далее а с теорией вероятности тем не менее это самостоятельная наука самостоятельная часть математики одно из основных отличий на мой взгляд состоит в следующем в теории меры когда вы работаете с функциями вы интересуетесь мерами и функциями собственными вы интересуетесь не столько функциями сколько их распределениями вот сейчас это будет то есть функция это случайная величина а на самом деле нам она не важна это случайная сама функция важный объект для теории вероятности это распределение случайной величины вот тут будет различие значит итак сейчас я объясню в чем дело что мы на практике хотим знать о случайной величине нас как правило не очень интересует значение этой случайной величины а нас интересуют вероятности событий, состоящие в том, вероятность множества тех омега, для которых x от омега лежит в каком-то... где-то находится. Вот такие вот вещи. Например, предположим, вы измеряете температуру. Не столько важно, скажем, температуру воздуха. Для нас не так важно точное значение, как, скажем, для нас важнее знать, в каком пределе эта температура находится. Если она больше нуля, значит, на улице тает, а если меньше, то, значит, подмораживает и так далее. Так что вот что мы должны знать. Но для того, чтобы говорить о вероятностях того, что здесь написано, для этого то, что здесь написано, должно быть событиями, должно быть элементами выбранной сигма алгебры. Значит, тем самым вот эти вот множества должны принадлежать f. А это и есть условие измеримости отображения x. Это просто естественная необходимость. Значит, тем самым определение выглядит следующим образом. Случайная величина это измеримая функция из омега f в r1, b1. Измеримая функция, измеримое отображение. Случайная величина. Значит, что это означает? Вот, повторяю, это означает следующее, что вот такие множества должны быть элементами f для каждого а из b1. Для каждого Борелевского множества. Ну, что это такое? Это множество можно записать иначе, что это и есть прообраз а при отображении x. x-1 от а принадлежит f для каждого множества а из b. В случае дискретного пространства нет никаких проблем, потому что там, как мы уже договорились, в качестве сигмалгебры мы берем сигмалгебру всех подножеств, это значит, что любая функция удовлетворяет этому условию. Значит, там любая функция есть случайная величина. Нет никаких технических проблем. В общей теории надо себя ограничивать. Ну, вот теперь следующее определение, тоже очень важное. Это что такое распределение случайной величины? Пусть x – это случайная величина. Распределением случайной величины x деление случайной величины x – это вероятностная мера вероятностная мера на b1, на сигмалгебре Боррельевских множеств, определяемая следующим образом. Значит, я ее буду обозначать вот так, px. px от а – это есть p от x минус 1 от а. А приближит b. Если вы знакомы с теорией меры, а, собственно, должны быть знакомы, то есть еще другое обозначение. px – это образ меры p при отображении x. Это есть px минус 1. Вот такое обозначение вам знакомо. Это просто сокращенная запись того, что вы видите здесь. Мера p преобразуется в новую меру под действием изображения x. То, что это действительно вероятностная мера, если вы с такими объектами не работали, то это надо проверять. И проверка совсем простая, потому что проверка сводится к такому последовательному использованию того факта, что все действия с прообразами в точности соответствуют действиям с исходными множествами. Например, px от r1 – это есть по определению px принадлежит омега, x принадлежит r1, прошу прощения. Ну, а это множество омега, значит, это и есть единица. Так что вот вам первое свойство уже нормировки проверено. То, что значения между нулем и единицей тоже вытекают. Ну и, наконец, последняя счетная аддитивность. Это вот как раз здесь мы и используем то, что я сказал. Вот берем АК, опарно-дизъюнктные, дизъюнктные множества. Я хочу проверить, что px от объединения АК это и есть сумма значений px на отдельных этих множествах. По определению это и есть вероятность того, что вот прообразы x-1 от объединения АК. Но прообраз объединения это объединение прообразов. Так что здесь возникает p, вот объединение прообразов. Ну и поскольку сами множество АК предполагались попарно-дизъюнктные, то то же самое верно для их прообразов. Значит, по счетной аддитивности вероятности меры здесь будет сумма p от x-1 от АК ну а это и есть сумма px от АК так что вот счетная аддитивность. Так что это вероятностная мера. Это вероятностная мера. Так что вот на самом деле в теории вероятности, как я уже сказал, сама функция x, сама случайная величина не так уж важна. Важно ее распределение. Мы, как правило, интересуемся свойствами распределения. Поэтому один из вариантов и на самом деле очень мощный такой вот вариант доказательства ряда теорем состоит в том, что вот у нас есть исходное вероятностное пространство, на нем есть наша случайная величина или там случайный процесс. нас интересует информация о распределении. А мы берем и конструируем другое вероятностное пространство и другую случайную величину, соответствуясь, конечно, с обстановкой, с теми условиями, которые даны. Но так, чтобы распределения совпали. Ну и тогда уже на конкретном этом новом вероятностном пространстве уже легче получать ту или иную информацию. Такой метод одного вероятностного пространства. Ну вот посмотрите, на самом деле то, что я сказал. Вот у нас что получается. Вот у нас есть пространство омега-ФП какое-то абстрактное, которое мы ничего не знаем, как правило. Мы предполагаем, что оно есть, но детали этого пространства нам неизвестны. Или даже если они известны, но оно может быть очень сложным. Вы представьте себе, что наше пространство это либо пространство последовательности омега, либо это, скажем, пространство функций, скажем, непрерывных функций. Есть случайная величина. Значит, с мерой функционального пространства работать не так легко. А если вы знаете распределение ПХ, то вы фактически заменяете изучение омега-ФП и ХА изучением вот такого пространства R1, B1 и мера ПХ. Это уже гораздо более простой объект. Структура вероятностных мер, ну и вообще мер на прямой, очень хорошо изучена. Так что это гораздо более понятный и знакомый нам объект, чем то, что вы видите в начале. Так, хорошо. Значит, теперь относительно того... Значит, вот в множестве всех случайных величин выделяют отдельные подмножества в зависимости от свойств. В первую очередь два. Две совокупности случайных величин. Первая совокупность, это называется совокупность... Случайные величины из этой совокупности называются дискретными, а из второй совокупности называются непрерывными. Вот сейчас я объясню, что это такое. Давайте сначала займемся дискретными случайными величинами. Дискретные случайные величины. Значит, случайная величина х называется дискретной, если... если существует такой набор чисел, акатая... такой, что вероятность... значит, пусть это будет а. Вероятность того, что х принадлежит а, равна единице. Акатая конечная? Конечная или счетная? Но не скапливается. Пусть скапливается. Это неважно. В определении дискретной случайной величины это неважно. Произвольная. Вот напрямую у вас есть какое-то количество конечной или счетной точек. Ничего больше. Ну, что это означает? Это означает, по сути, что наша функция, если рассматривать случайную величину как функцию, что она, по сути, это ступенчатая функция. Ну, давайте введем такие множества. Омега k это x минус 1 от одноточечного множества акатая. Я предполагаю, что акаты и все различны в этой записи. Естественно, нет смысла повторять одно и то же. Ну, и пусть омега, скажем, пусть это все занумеровано от единицы, так? А омега нулевое это x минус 1 от дополнения. x минус 1 от дополнения множества а. Ну, тогда понятно, что вот омега нулевое, омега 1 и так далее образует разбиение всего пространства омега. Это понятно, да? Почти всего. Нет, всего. Если бы я омега нулевое не ввел, тогда было бы почти всего с точки зрения меры p. А так всего. Значит, это разбиение. Ну, и смотрите. Значит, если омега принадлежит омега к атому, вот этому, то тогда x от омега равно о к атому. То есть, на этом участке наша функция постоянна. Ну, и значит, что же? Вот если омега принадлежит... Давайте запишем так, омега с ноликом дополнение, то тогда x от омега это вот что такое. Это просто есть сумма о к атых на индикатор множества омега к атому. от омега по к от единицы до бесконечности. То есть, это ступенчатая функция. Почти ступенчатая. Потому что есть еще кусок, где про нее мы ничего не знаем. Мы не знаем информации. Но этот кусок пренебрежима мал с точки зрения теории вероятности, потому что вероятность этого куска равна нулю. Сейчас, я, может быть, нехорошо сказал, здесь вот так нужно. Нет, здесь вот так. Все правильно. Потому что вот на этом куске мы ничего не знаем про функцию x, но вероятность этого куска равна нулю. Так что вот такая дискретная случайная величина. Ну, что можно сказать о распределении дискретной случайной величины? Ну, вот давайте введем обозначение pk для вероятности того, что x равняется окатами. Вот терминология здесь такая. Вот эти точки окатой называются значениями случайной величины, pk соответствующие вероятности. В силу того, что здесь написано, ясно, что сумма pk равна единице. Ну, и тогда понятно, как устроено распределение. В точке АК мера px имеет нагрузку, равную pk. Так что это такая дискретная мера, сосредоточенная на множестве a. В точке АК имеется нагрузка pk. А дополнение имеет меру нулю. так что, если хотите, можно записать px в таком виде, что это и есть сумма дельта мер. акатая на дельта меру, не акатая, а pk, а сейчас, да, pk на дельта акатая. pk от единицы до бесконечности. Такая вот взвесь дельтамер. Ну, вот я думаю, что на этом разумно остановиться. Мы должны сейчас, да, заканчивать? 12.50? Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста.